Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Шалом вам, шалом вашим домам, вашим сердцам, вашим семьям, вашим судьбам. Моисей просил у Бога знамения про Жезл, о котором мы с вами говорили, но там были еще знамения. Которые связаны с рукой, что надо было положить ее за пазуху, и она превратилась или покрылась проказой. То есть это тоже для нас знак того, на что мы можем опираться. Ведь рука очень часто поддерживает нас, и мы думаем, что это как раз то, на что мы можем опереться. Но когда-то, опять же, через Моисея Бог скажет еще народу израильскому, «Помни, что я даю рукам твоим приобретать богатство». Я хочу, чтобы мы это помнили и свою руку держали в его присутствии открытой, потому что он и кладет, и он предлагает отдавать. Потому что именно только в открытую руку можно положить, но из нее можно и взять. Поэтому я благословляю себя и вас, прося знамения, иметь уроки из этих знамений, разные и многогранные. И сейчас, о чем хотелось бы сегодня с вами поговорить, это опять одно из заявлений Моисея в адрес Бога. Если они не поверят тебе, то ты сделай им еще одно. Но знамений сказал Моисей Господу, «О, Господи, человек я неречистый». То есть Бог его, можно сказать, забросал знамениями и сказал, «Вот у тебя три знамения в твоих руках, если они не поверят, и имя я тебе свое дал, сущий, передай им. Если не поверят, то вот еще три знамения». Но Моисей не торопится соглашаться с Божьим предложением. Вы помните, что он себя еще не видит человеком, который может вывести целый народ, несколько миллионов, тем более рабов, с менталитетом рабов. Это не просто так, это не армия, это не люди, которые цивилизованы, а это именно рабы, внутренности которых есть очень много ограничителей. И поэтому предлагает сейчас Бог Моисею, как ему кажется, невероятное дело, невероятную задачу. И потому он начинает уже искать, что же будет оправданием в глазах Бога, чтобы это не делать. И в этом смысле я хочу, друзья, тоже вам сказать, вы и я не из другого теста. И поэтому, как только мы для себя понимаем, задача слишком большая, ищем оправдание. И Моисей тоже искал оправдание. Если ты сегодня тот человек, который думаешь, мне бы надо как-то отойти в сторону от этого дела, ну кого-то Бог другого пошлет, ну кто-то другой может это лучше сделать, чем я. Ведь у меня образование не то, ведь у меня, может быть, и финансов нет таких, и положение в обществе у меня не такое, как у других. Почему Господь мне поручает ту или другую задачу? Знаете, друзья, это не ваш вопрос, почему Бог поручает лично вам. Но Он поручает. А если поручает, то надо на это отреагировать. И потому Моисей, который говорит, человек я неречистый, такой был вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь говорит, а кто дал уста человеку? Что значит косноязычен? Скорее всего, у Моисея была какая-то проблема с речью. И он ее, с одной стороны, может быть, стеснялся, но с другой стороны понимал, что для предвардителя нужна очень четкая речь. Но Господь опять и опять задает ему вопрос, а кто дал уста человеку? Не я ли могу исцелить твою речь? И поэтому ты, может быть, тот человек, который сегодня задаешь этот вопрос, Господь, а кто же я? И меня ли ты посылаешь? И у меня нет тех оснований, чтобы сделать дело, которое ты мне поручаешь? Но Господь говорит, если я тебя позвал, я сущий, я дам все, что тебе необходимо. И потому, друзья, сейчас мы совершим эту короткую молитву. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, прими благодарность, что мы можем сейчас взывать к тебе, просить у тебя этой помощи, просить этого благословения на грядущий день, потому что мы тот народ, которых ты взял в удел, чтобы мы шли по этой земле и совершили дело, которое ты нам поручил исполнять. И я благодарю тебя, что порученное тобой мы обязательно сделаем качественно до конца. Мы сделаем это с тобой, твоей силой, потому что ты дал нам уста, ты дал нам жизнь, ты дал нам смысл, и ты позвал нас в эту дорогу. Да будет имя твое благословенно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, мы отправляемся с Богом в добрый путь. И поэтому всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»